Это стихийный рынок на площади Клеменкова. Продавцы, судя по номерам, сюда приезжают даже из Волгограда. На прилавках и одежда, и продукты, рядом мусор. Его отсюда вывозят машинами. Когда 6, когда кидаем, когда 7, когда 8. Всегда по-разному. И так каждый день, да? Каждый день, да. Завидев камеру, торговцы начинают отворачиваться и куда-то звонить. Некоторые вообще уходят, бросая товар. Появляется полицейская машина, но из нее никто не выходит. Вот эти кучи, и тут обман идет, и все остальное. Вы думаете, правильно вешают? Да так нас дурят. Что нужно, купила. А вы не боитесь отравиться, антисанитарные условия? А я покупаю, допустим, вот рыбу. Купила. Я не покупаю у старушек эти огурцы, там помидоры, потому что я сама делаю их. Галина продает те самые огурцы и помидоры. Вырастила на своем огороде. Других вариантов подзаработать и сбыть продукцию у нее нет. Теперь вот хоть около дома дорого. Вырастить своим руками, еще немножко дадить. Таких незаконных рынков в Липецке больше 30. Эти места известны всем проверяющим, но убрать их не получается уже много лет. Это просто как надо не любить свой город, чтобы допускать вот такое положение дел, которое есть сегодня. Это просто не любить город. В городском совете сегодня возмущались представители общественного совета и депутаты. Говорили о том, что трудно найти хозяев торговых точек о несовершенстве законов и о бездействии полиции. При этом на участковых, которые работают с продавцами, нет ни одной жалобы. Буду рад, если такие звонки будут поступать от граждан. Но мы наконец-то разберемся, как принято говорить, с оборотнями в погонах. Чиновники теперь предлагают в местах стихийных рынков установить торговые ряды. Общественники будут готовить свои предложения в мэрию. А на рынках пока все без перемен. Грязно, но близко к дому и дешево. Татьяна Ермишина, Вадим Гупанчук, ТВК Новости.